Всем привет! Вы на канале Freaky New York, с вами Влад, и здесь я рассказываю про все самое необычное, удивительное, секретное и забавное в Нью-Йорке. 2020 год подошел к концу, и этот год был полон невероятных событий. И так получилось, что весь 2020 год я провел в Нью-Йорке, и конечно же у меня появились свои собственные ассоциации с этим городом. Забегая вперед, я хочу сказать, что здесь не будет таких банальных вещей, как Статуя Свободы, Тайм-Сквер или Бруклинский мост. Но здесь будет топ-10 необычных вещей, которые также заслуживают вашего внимания, но которые почему-то игнорируются другими блогерами. Что ж, ну а пока идет короткая заставка, подпишись на канал, погнали! Раздельный сбор мусора Первое, с чем я столкнулся в Нью-Йорке после суток в дороге и последующих джетлагов от перелета, это раздельный сбор мусора. Поначалу мне показалось это тупой прихотью той семьи, что сдавало мне жилье. Как оказалось позже, это обыкновенное явление для Нью-Йорка, и в нормальных семьях с этим проблем нет. Мусор делится на recyclable, тот, что можно повторно использовать, это жесткий пластик, металл, резина, стекло, а также картон и картонные изделия, которые сортируются отдельно. Ну и конечно же трэш, это то, что не подходит под вышеописанные категории, какие-то растения, пищевые отходы и все то, что может быстро и легко разложиться естественным путем. Вообще в США довольно серьезно относятся к проблеме загрязнения окружающей среды. На эту тему существует полно выставок, граффити и даже на упаковках товаров пишут из какого пластика сделана бутылка. Это может быть 100% океанский пластик, связанный с океаном пластик, тот, что нашли на суше на расстоянии до 50 км к океану и обыкновенный пластик. Как вы могли заметить, разный тип мусора складывается в мешки разного цвета и следит за этим главный человек по зданию, так называемый Супер. И потом мусоровозы увозят этот мусор на переработку. Желтое такси Пожалуй, это самый банальный пункт во всем сегодняшнем топе, поэтому долго на нем останавливаться не будем. Но парусов я все же скажу. Во-первых, желтое такси это явный символ города. Во-вторых, этот общественный транспорт является бизнесом частных компаний, получивших специальную лицензию. В-третьих, несмотря на то, что туристическая индустрия Нью-Йорка сильно пострадала из-за коронавируса, машин на дорогах по-прежнему много. И как вы думаете, почему? Да все очень просто, они развозят еду. И за каждые 6 доставок они получают порядка 56 долларов. К слову, в Нью-Йорке есть и зеленое такси. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Граффити Да-да-да, я понимаю, такое произношение может резать слух, но оригинально слово происходит из итальянского языка. Поэтому давайте отдадим вам дань уважения и будем произносить его правильно, хотя бы в этом ролике. Каждый раз своим знакомым я говорю, что граффити, как часть уличной культуры в Нью-Йорке, стоит особняком. И каждый раз мне отвечают одинаково. О чем ты говоришь, камон? Граффити есть в каждом городе мира, в каждом поселке, в каждой деревне, да и вообще везде, где ступает нога человека. Отчасти это правда, и я с вами согласен. Но когда я говорю, что в Нью-Йорке граффити везде, я имею в виду, что оно тут буквально везде. И по-хорошему, для местных художников не имеет значения, на чем рисовать граффити. Это может быть как неподвижный объект, так и очень даже подвижный. За примерами далеко ходить не надо. Если вы хотите увидеть граффити в Нью-Йорке, вам даже не обязательно ехать в какие-то преступные районы города. Оно тут встречается буквально везде. И тут вы можете встретить как настоящие шедевры, так и полнейшую дичь. Смысла в которой нет от слова совсем. Шуфити. Как вы могли понять из названия, этот вид уличного искусства образован путем пересечения таких слов, как граффити и шу. Ботинок. На первый взгляд это явление не так уж и распространено. Особенно, если вы скачали в Нью-Йорк на пару дней и весь ваш маршрут строится на передвижениях от одной достопримечательности к другой. На самом же деле стоит отклониться от маршрута и немного оторвать глаза от мобильного телефона, как вы тут же увидите, что это явление очень плотно пересекается с городской культурой. Я провел небольшое исследование и обнаружил целых 20 причин, почему они висят, о которых я рассказываю в своем отдельном ролике про Шуфити. Ссылку на него вы можете найти в описании. Ну а мы двигаем дальше. Бездомные. Бездомные, как и граффити, это то явление, которое встречается в каждом населенном пункте мира. Из-за недочетов в законодательной системе США в Нью-Йорке полно бездомных. А все дело в том, что ты не можешь арендовать жилье без бумажки, подтверждающей твою платежеспособность. Но при этом ты не можешь устроиться на работу без как минимум двух документов, подтверждающих твое место проживания. Такой вот руборос, замкнутый круг. Но есть и другой момент. При большом желании этот замкнутый круг можно разорвать. Но зачем? Многие из них просто не хотят этого делать. Многие просто не хотят работать. Их вполне устраивают попрошайничать, питаться в цирках и благотворительных фондах, а также получать пособия от государства. Более того, у каждого бездомного есть мобильный телефон. А некоторые из них и не бездомные вовсе. У них это, так сказать, хобби. Запахи. Для меня запахи это очень важный момент. И иногда они оставляют даже более яркое впечатление о чем-либо, чем визуальная составляющая. В этой подборке будет топ-4 самых популярных запаха Нью-Йорка. И, к сожалению, YouTube пока не может передавать их через интернет. Поэтому смотрите картинку, воображайте и представляйте сами. И да, если вы сейчас смотрите этот видеоролик за поеданием какой-нибудь вкусняшки, и при этом вы очень впечатлительны, мой вам совет, отложите буквально на минутку и возвращайтесь к поеданию своих вкусняшек сразу после того, как я закончу с первым запахом в этой подборке. Ну и как вы понимаете, там где бездомный, там и общественный туалет. Причем тот, который никто не убирает. Соответственно, мочой пахнет везде. В метро, в переходах, под мостами, в других общественных местах. А самое забавное, что Манхэттен не исключение. Но, тем не менее, есть и хорошая новость. С этой заразой можно бороться. Так, например, в свежесозданную лужицу можно поставить табличку с предупреждающей надписью «Осторожно, мокрый пол». Второй по популярности запах в Нью-Йорке – это запах марихуаны. С этим запахом знакомы даже пятилетние дети. Так как на момент съемки этого видео курение травы еще не легализовано, я не могу прикрепить соответствующие кадры, так как люди стараются дымить незаметно. И в данном случае вам остается лишь поверить мне на слово. Супер популярный запах – это запах горелого масла, исходящий от вендоров. Казалось бы, люди, продающие еду на улицах, должны завлекать приятными запахами. Но знаете, как это делает Макдональдс? Но от этих вендоров запах исходит такой, что охота обойти их за милю. Но, к сожалению, это нереально, так как они встречаются чаще, чем раз в милю. И я даже не знаю, то ли они все поголовно не умеют готовить, то ли они все используют самые паршивые ингредиенты. И мне даже интересно, кто вообще в них покупает эту еду. И еще более интересно, как они сами работают в таких условиях, но дышать просто нереально. Ну и давайте закончим на хорошем запахе. Условно назовем его морским запахом. Хоть в Нью-Йорке и нет моря, зато есть океан со всей этой океанской живностью. А также есть река Гудзон, на протяжении которой встречаются своеобразные фермы мидий. Их специально разводят, чтобы очищать реку от загрязнений и токсинов. Оттого и получается такой запах. Если вы хоть раз в жизни были на море, то вы прекрасно понимаете, о чем тут речь. На мой взгляд, это в принципе один из самых приятных запахов, которые только можно встретить в природе. И у меня он ассоциируется только с чем-то хорошим. Я искренне рад, что он есть в Нью-Йорке. Паровое отопление. Целый год я ходил по городу и натыкался на такой феномен, как паровые столбы. Сначала я не придавал этому особого значения. Но потом начал натыкаться на них все чаще. И мне стало любопытно, что же это все-таки такое. Оказалось, в Нью-Йорке самая крупная в мире паровая система отопления. Чуть более подробно я рассказываю про это в своем видео «Нью-Йорк запарил». Найти которое вы можете по ссылке в описании. Там я рассказываю про все плюсы и минусы данной системы. Ознакомьтесь, оно очень интересное. Доставка почты В Нью-Йорке огромное количество служб доставки. Но я хочу выделить 4 основных из них. Это Amazon, United Parcel Service, United State Postal Service и Federal Express. Мы с вами привыкли шутить про российскую почту как про худшую в мире. Потому что она очень медленная. Но реалии таковы, что США тоже сталкиваются с подобной проблемой. У них даже есть специальный термин «snail mail». Для неэлектронной доставки. Но на этом приколы не заканчиваются. И если в России посылка ждет в почтовом отделении, то в Нью-Йорке она будет ждать тебя непосредственно в подъезде. И еще неизвестно в каком состоянии она к тебе дойдет. Не просто так в американском тиктоке появилась куча приколов на эту тему. Ступид дикток. Продолжение следует... Продолжение следует... И хорошо, если посылка вообще дойдет Так, например, недавно я заказал очки Окли И по истечению трех недель они так и не дошли Я написал обращение в компанию, на что мне ответили, что водитель не смог со мной связаться Поэтому очки перенаправили в магазин Walgreens Что практически в 20 минут ходьбы от того места доставки, куда я просил С одной стороны, это круто, что они отдают посылки прямо на руки Но с другой стороны, это дико неудобно, что это так далеко Приходится тратить очень много времени Да, и к слову, зацените, в каком состоянии пришла ко мне коробочка Теперь ты понимаешь все эти шутки из тиктока Стирка белья Это, пожалуй, моя самая болезненная тема Мой ночной кошмар, к которому я не был готов Я очень люблю делать всякого рода трюки А, соответственно, вероятность испачкать одежду повышается А теперь представьте, каково было мое удивление, когда я узнал Что в большинстве квартир жилищного фонда Нью-Йорка нет стиральных машин И что люди предпочитают стирать свои вещи в специальных центрах В ландроматах Они тут на каждом углу Но, к сожалению, стиральные машины в таких центрах не могут стирать больше, чем 30 минут И, как показывает практика, этого недостаточно, чтобы стирать более-менее серьезные загрязнения Некоторые американцы со мной не согласны И говорят, что именно в моем случае не повезло Но я не согласен с ними Я жил в трех разных местах и, соответственно, стирался в разных местах тоже Результат был всегда один К слову, в этих центрах также можно и высушить свою одежду И что касается работы сушильных машин К ним у меня претензий никаких нет Эти малышки со своей работы справляются на ура Единственное, что тут можно добавить Было бы здорово, если правительство Нью-Йорка чуть более строго следило бы за частным бизнесом Коронавирус Так как я живу в Нью-Йорке с конца 19-го года, а вся жизнь началась в начале 20-го То ничего удивительно, что на первое место попал коронавирус Ставь лайк, если ожидал увидеть на верхушке топа именно его Пандемия затронула мир И Нью-Йорк не стал исключением Теперь этот город ассоциируется у меня с людьми в масках Социальным дистанцированием Различными жесткими ограничениями Бесплатными санитайзерами по всему городу А также масками Что раздают даже в общественном транспорте И всем-всем, что связано с этой историей Что ж, дорогие друзья, спасибо всем, кто зашел на этот канал И уделил пару минут своего свободного времени просмотру этого видеоролика Я надеюсь, он вам понравился И если это так, проявите небольшую активность в комментариях И тогда я сниму новый топ с подборкой нестандартных ассоциаций с городом Нью-Йорк И поверьте, мне есть о чем рассказать И да, не возводите все в абсолют Конечно, все то, что я сказал, это широко распространенные явления в городе Нью-Йорк Но это не значит, что не может быть по-другому Нью-Йорк достаточно большой город И здесь живут люди со всего мира И, соответственно, в разных районах Ситуация может немножко отличаться Что ж, ну а я с вами прощаюсь Скоро увидимся Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok